Более подробная ситуация на фронте с Сергеем Брачуком поговорим. Это спикер Украинской Добровольческой Армии Юг. Сергей, рады вам в эфире Freedom. Здравствуйте. Слава Украине, слава вооруженным силам. Доброе утро, коллеги. Героям слава. Сергей, ну что ж, давайте по ночной атаке Российской Федерации по территории Украины. В очередной раз видим, ну как бы, стратегия одна и та же. Запуск шахедов в перемешку с ракетами, как говорит Генштаб, также были и баллистические ракеты. Но тут мы видим по результату, что либо ракеты падают где-то в поле, либо взрываются на территории Российской Федерации, либо просто бьют по жилым домам. Какую вы видите цель в данной ситуации, в данном случае, по таким хаотическим ракетным и беспилотным атакам по территории Украины со стороны России? Ну, собственно, стратегия остается прежней. Это террористические атаки, террористическая направленность таких ударов. Что касается их качества, то понятное дело, что прежде всего мы отмечаем нашу работу средств противовоздушной обороны Украины. И, собственно, говорим о том, что баллистику, которую враг использовал, по крайней мере, нынешней ночью, это четыре, если не ошибаюсь, ракеты Северной Кореи, которые отличаются, скажем так, не особой точностью. Тем не менее, к сожалению, сегодня есть и погибшие у нас, причем это маленький ребенок. Это аналог Искандера российского, то есть то убийственное, извините, барахло, которое летит, к сожалению, в наши головы, которое Россия сегодня, я использую именно это слово, вынуждена использовать в атаках против Украины. Хаотично, не хаотично, цель одна. Цель одна – нанести наибольший урон нашим тыловым позициям, постараться уничтожить украинских граждан, мирных граждан, которые должны, в свою очередь, снова, по мнению россиян, говорить о том, что пора заканчивать эту войну на любых условиях. И, собственно, мы видим, что некая потеря управления, она проявляется не только с российской стороны, не только на территории Курской области, известное событие всем происходит, но и в тех ударах, которые Россия пытается наносить по Украине. Ну и состояние, в том числе ракетоносителей, мы говорим о стратегической авиации, понятное дело, что они у них есть, но, опять-таки, вот эти паузы, которые затянулись, слава Богу, они говорят о том, что россияне технически теряют свои позиции, что, несмотря на то, что большое количество ракет у них на сегодня есть, они вынуждены обращаться, я уже сказал об этом, к Северной Корее для того, чтобы, в том числе, использовать баллистику северокорейского происхождения. Это желание наносить удары постоянно, желание, я уже сказал, принести наибольшее количество вреда, и мы видим, что именно такая стратегия с российской стороны, она сегодня продолжается. Ну, как раз давайте тогда в этом контексте, мы перейдем, с вашего позволения, и к направлениям, обязательно обсудим, но, раз уже начали говорить о том, как сотрудничает Российская Федерация с Северной Кореей, предоставление того или иного вида вооружения, тут также появилась, она не нова эта информация, но все же, да, не нова, потому что мы знаем о том, что Иран предоставляет, в частности, периодически для Российской Федерации те же шахеды и так далее. Ну, вот есть информация о том, что в ближайшее время Иран поставит в Российскую Федерацию баллистические ракеты ФАД-360, сейчас также информация от Ройтерс подтверждает, что военнослужащие российские проходят в Иране как раз подготовку по использованию этих баллистических ракет ближней дальности, ну и вот европейская разведка утверждает, что то, что происходит это обучение, означает, что в ближайшее время они будут предоставлены все-таки Российской Федерации. И, понятное дело, для чего она их будет использовать, поэтому хочу вас спросить, таким образом Россия пополняет те запасы, которые, да, исчерпались, исчерпываются, и таким образом, я так понимаю, что это еще один дополнительный аспект в том агрессивном направлении, которое Российская Федерация каждодневно и каждоночно использует против Украины, обстреливая ее, используя ракеты и те же дроны, шахеды, о которых мы сегодня уже вспоминали. Действительно, в этой информации абсолютно ничего нового нет, с одной стороны, с другой мы можем выделить несколько аспектов, на мой взгляд. Ну, во-первых, то, что Россия не готова к перемирию, к заключению каких-то соглашений с Украиной на справедливых позициях, прежде всего для нашей страны, для страны, которая обороняется, которая отбивается от вражеской агрессии. Это все очевидно, что Россия намерена и дальше вести агрессивные действия, несмотря на то, что сегодня у них большие проблемы возникли в Курской области. Я хочу напомнить, я понимаю, что нас смотрят многие россияне, возможно, кто-то из них, хотя бы единицы, десятки, для начала задумываются о том, что впервые армия иностранного государства после Второй мировой войны зашла на территорию Российской Федерации. Это ли не говорит о том, что великий геостратег и геополитик Путин, он проиграл по всем позициям? Ну, собственно, возвращаясь к вашему вопросу. В этой информации, конечно же, настораживает то, что постоянно подчеркивается, и речь идет о сотнях ракет и так далее и тому подобное. Когда появилась эта информация? Вернее, ее снова вытащили на свет Божий. Когда Россия начала получать по зубам и в Курской области в том числе, и в Харьковском регионе. И посмотрите, что у нас на юге тоже есть определенные существенно эффективные удары по российским позициям. Что необходимо сделать? Да, действительно, снова напомнить о том, что есть сотрудничество Ирана и России. Это факт, который всем известен. Речь о баллистических ракетах шла давно? Да, давно. Никогда никто в мире не будет говорить, если речь идет о поставках вооружения, техники, о том, сколько и чего, и когда должно прибыть ту или иную страну. Поэтому мы прекрасно понимаем, что здесь присутствует элемент информационных спецопераций. Да, сотрудничество России и Ирана продолжается, но опять-таки это и вопросы к нашим западным союзникам, которые ведут работу по отношению к Ирану и вопросы к тем санкциям, которые были сняты с Ирана по истечению определенного времени. Видим, что Иран не изменился. Иран, наоборот, почувствовал себя более уверенно, учитывая, что сегодня Россия приходит к ним на поклон с протянутой рукой, так же, как к Северной Корее, и просит то или иное вооружение. Поэтому к этой ситуации надо относиться спокойно, хладнокровно, что демонстрирует наше высшее военно-политическое руководство, и вести речь только о том, чтобы мы усиливали свои позиции. Опять-таки, позиции противовоздушной обороны – это то, что всегда будет являться актуальным. А эти ракеты, да, они будут использованы, если они будут доставлены до России. Тут еще вопрос. Я надеюсь, что все-таки эти поставки могут быть прерваны тем или иным образом. То эти ракеты могут быть использованы только в одном направлении с целью террора и все. Опять-таки, ситуация развивается довольно-таки динамично. Факт известный, поэтому к нему так надо и относиться. Позвольте еще также немножечко про Курскую область, потому что, читая аналитику Американского института изучения войны, и они пишут, что в Российской Федерации преуменьшают масштабы событий в Курской области. И, в свою очередь, вот этот режим кто контртеррористической операции введен на территории, в том числе, Курской области, но, в свою очередь, не военное положение. Хотя, насколько видим по информации и от Z-военкоров, и от международных аналитиков, что идут довольно-таки ожесточенные бои. Почему идет такое преуменьшение событий? И я мониторю периодически пропагандистские ресурсы российские. Честно говоря, там внимание Курской области дают какое-то минимальное, но все равно пытаясь постоянно отвлечь от того, что там происходит. Почему идет такое преуменьшение, учитывая то, что, ну, простите, вторая армия мира, так сказать, как это преподносят в Кремле? Ну да, тут можно о второй армии мира. Очень удачно вы напомнили о том, что до начала полномасштабного вторжения Россия вторая армия мира. После начала вторжения вторая армия мира в Украине и сегодня вторая армия мира в самой России. То есть мы видим эту деградацию так называемых вооруженных сил Российской Федерации. Что касается, скажем так, информационной составляющей, прежде всего, потому что то, что происходит на самом деле, сегодня кроме украинского генерального штаба, никто сказать не может. Никакой генеральный штаб Российской Федерации, никакая так называемая российская власть ничего утверждать не может. Потому что, слава богу, не владеют информацией, какие силы Украина задействовала на этом направлении, какова стратегическая цель этих действий, ну и, собственно, а что будет дальше. Ни на один из этих вопросов российская власть ответить не может. Поэтому, что необходимо делать? Необходимо использовать информационные какие-то коммуникации, ну, например, то, что вы говорите, уменьшить то, что происходит. Да, при том, что, ну, мы прекрасно понимаем, что сегодня вооруженные силы Украины, силы обороны, а мне импонируют больше силы справедливости Украины, они оперируют на довольно-таки, мягко говоря, большой территории Российской Федерации. И речь идет сегодня не только о приграничных локациях, речь идет уже о продвижении довольно-таки глубоком углубь территории Российской Федерации. Так вот, вот эта наша информационная тишина, она нам в этом плане и помогает. Поэтому паника, поэтому мы видим, как первые дни так называемые российские военкоры, не получив методички, не, как говорят, несли полную ахинею, потому что не владели ситуацией. Что происходит? Я думаю, не владеют и сегодня. То у них наступление, то у них отступление и кто задействован. Главное показать, что власть направляет какие-то войска, если задействовали уже пятнашку на так называемых пуханках, ну, прекрасно понимаете, что начали тащить на этот Курский фронт все, что не попадет. Да, сегодня ситуацию они пытаются выровнять, но это уже тема отдельного разговора. Поэтому в любом случае то, что сегодня происходит, уже является успехом со стороны Силы обороны Украины и для нашей страны. Но, опять-таки, о целях, о планах реализации этой, скажем так, боевой операции, которая продолжается, никто не скажет ничего. И это абсолютно верно. Единственное, что можно сказать, я всегда говорю о том, что в данном случае, прежде всего, необходимо говорить о том, что я лично снимаю шляпу, я аплодирую тем, кто задумывал, кто придумывал эту операцию, кто сегодня ее реализовывает. И речь идет о наших бойцах и наших командирах. Просто огромный респект и пожелание вернуться домой со счетами, и так оно и уверен будет. Но то, что для России это стало неожиданностью, для Украины это и успех. Мы не забываем о том, что тяжело на Покровском направлении, очень тяжело. Но, с другой стороны, посмотрите, Украина находит возможности, став, наверное, не первой армией мира пока еще, но, тем не менее, точно вторая, Украина находит возможность наносить удары врагу в Курской области, на юге, как я вспоминал. Есть информация о передвижении на Харьковском направлении с нашей стороны, и пока тоже информационная тишина. Поэтому, действительно, сегодня мы можем говорить о том, что это придает нам и мотивации, и настроения, и сил. Без шапка закидательства, понятное дело, но, тем не менее, я думаю, что это стимулирует Украину, и, наверное, стимулирует наших союзников в дальнейшую помощь Украине. Да. Как итог, можно сказать просто. Посеявший ветер пожнет бурю. Вот такая деятельность Путина привела к тому, что ныне происходит на территории самой России. Принуждение к миру со стороны Российской Федерации превратилось к тому, что война возвращается туда, откуда она пришла. Спасибо вам, Сергей. Всегда вам безумно рады. Спасибо. И сегодня. Сергей Брачук, спикер Украинской добровольческой армии Юг, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.